Добрый вечер, уважаемые клиенты компании Амаркетс. Как обычно, в 7 часов по московскому времени мы проводим для вас наши обучающие вебинары. Сегодня наша тема заявлена следующая – это инструменты ГАНа и их использование в нашей торговле. Кстати, нужно отметить, что эту тему предложили нам вы в одном из прошлых занятий, поэтому я хотел бы вам напомнить, что в нашем общем чате вы можете не только задавать вопросы, но и предлагать какие-то темы для следующих занятий, что позволит восполнить именно те пробелы, которые есть именно у вас. Может быть, какие-то темы вам наиболее интересны, хотя и так список наших тем довольно широк, и мы освещаем практически все аспекты торговли, теханализ, фундаментальный анализ и даже психологию с money management, например, тоже. Прежде всего, поставьте, пожалуйста, ваши плюсики, если меня хорошо видно и слышно, и мы перейдем уже к изучению того материала, который я сегодня для вас подготовил. Да, отлично, отлично, вижу, что все в порядке, поэтому могу запускать уже демонстрацию рабочего стола. Да, Дмитрий тоже рад вас видеть. И начинаем нашу работу. Да, отлично. Еще раз напомню, что эта тема является новой. Сегодня мы впервые будем говорить о данных инструментах, рассмотрим линию, веер и сетку ГАНа. И если успеем, еще обсудим даже уровни Фибоначчи, это тоже тема, несколько пересекающаяся с заявленной сегодня. Поэтому я постараюсь осветить все эти моменты. Начнем, пожалуй, с таких, может быть, исторических, небольших совсем справок, чтобы просто понимать, о чем мы сегодня говорим. Да, Уильям Ганн – это довольно известный, особенно в узких кругах, трейдер, сделавший довольно серьезное состояние, порядка 50 миллионов долларов на момент середины прошлого века. Это была довольно значительная сумма. И даже сегодня я прочитал такой интересный факт, что его статуя расположена в здании Нью-Йоркской фондовой биржи, что говорит о том, что данный человек обладает довольно серьезным авторитетом, опять же, в финансовых кругах, и является таким знаковым человеком, опять же, и признанным авторитетом в этой области. Он очень большое внимание уделял именно графическому анализу, точнее, использованию фигур и геометрии. То есть вся его торговая система была основана на том, что он рассматривал прежде всего углы, под которым, скажем, формируется тренд, либо уже сформировался, и отмечал для себя, вот опять же, прежде всего угол 45 градусов как основной. Об этом мы сейчас поговорим, когда будем рассматривать именно Виерганн, потому что Виерганн основан как раз-таки на прежде всего углах. Да, прошу прощения, были небольшие проблемы с соединением. Но сейчас все в порядке, поэтому можем уже переходить к анализу графиков. Я сегодня подготовил для вас несколько довольно интересных торговых инструментов, валютные пары, которые, я думаю, вам хорошо знакомы. И именно на их основе мы попрактикуемся в применении инструментов ГАНа. То есть поймем, как их можно использовать для повышения эффективности нашей торговли. Как я уже и сказал, начать нужно с базового элемента. Это линия ГАНа. На самом деле ее мы как таковую практически не используем, потому что она идентична простой трендовой линии, только строится по более сложному принципу. То есть мы можем с вами как просто нанести на график трендовую линию, соединив несколько точек, которые являются минимальными, экстремумами. А можем нанести саму линию ГАНа. Как это сделать? Напомню, кто еще не знает, что в терминале MetaTrade 4, который вы можете скачать с сайта нашей компании, в меню, в разделе «Вставка», в левой верхней части экрана, где вы сейчас можете видеть, располагается мой курсор мыши, есть как раз таки подраздел, который так и называется ГАН. И вот здесь как раз таки есть линия, веер и сетка, которые мы сегодня будем рассматривать. Вот выбрав линию, мы находим место на графике. Это может быть любое место, сейчас объясню дальше почему. И нажимаем левую кнопку мыши. Затем у нас появляется горизонтальная линия, и нажав два раза по ней, мы уже можем ее передвигать, так как нам удобно. И именно в тот момент времени на графике, где она наиболее применима. То есть у меня уже, вы видите, одна линия здесь на графике есть. Как раз таки показывающая направление тренда, сейчас по паре британский фунт и австралийский доллар. Мы видим, что цена находится выше этой линии. Как раз таки несколько раз она тестировала данный инструмент в качестве уровня поддержки. То есть как раз таки были довольно неплохие возможности для покупки вблизи этого уровня. И вот как раз таки нанеся данную линию на график, мы можем для себя определить дальнейший потенциал движения цены, а главное определить для себя максимальный уровень потерь. То есть стоп-лосс, как я думаю, вы уже догадались, мы размещаем в таком случае попросту за данную линию. Пожалуй, более подробно я останавливаться на данном инструменте не буду, потому что веер и сетка, на мой взгляд, куда более интересными представляются для нас. И сейчас вы, думаю, поймете почему. Вот небольшая ремарка. Именно сам разработчик данных инструментов Ганн советовал использовать их на четырехчасовом таймфрейме. Но здесь опять же нужно понимать, что это отчасти было особенностью его торговой стратегии. И в целом, как мы знаем, в середине и даже в конце прошлого века торговля велась в основном на более больших таймфреймах. Это четырехчасовой, а чаще всего даже дневной график. Постепенно сейчас мы смещаемся все в меньшую-меньшую сторону, отдавая большее предпочтение даже скальпингу порой, нежели каким-то долгосрочным инвестиционным стратегиям. Вот с другой стороны, хотелось бы сказать то, что опять же мы тестировали данные инструменты и пришли к выводу, что и на меньших таймфреймах он также может представлять очень весомый интерес для нас. Но опять же сегодня я бы выставил работу пока именно от четырехчасового таймфрейма. Поэтому сейчас мы работали именно на нем. Переходим к следующему инструменту. Вот это вы сейчас видите на моем графике именно веерган. То есть можете понять, исходя из этой картинки, то, что он представляет собой как раз-таки на самом деле что-то похожее на веер, либо попросту несколько трендовых линий, которые имеют начало в общей точке на графике. Эта точка является экстремумом, то есть локальным минимумом цены, либо может быть и локальным максимумом. То есть чаще всего, я думаю, если вы будете искать информацию по данному инструменту, вы увидите, что линии веера направлены именно вверх. Чаще всего используется именно это направление. Но в целом никто не запрещает. И также эффективно можно использовать его, размещая и направляя вот этот самый веер как раз-таки именно вниз, то есть от локального максимума, например. Сейчас также я вам покажу, как можно нанести на график данный инструмент. Да, еще раз хочу напомнить, что наш чат общий открыт для ваших вопросов, поэтому по ходу вы можете их там задавать. Да, вот у меня уже сейчас на графике веер ган расположен. Ну давайте уберем его и нанесем еще раз. Вот на самом деле, кто впервые будет пытаться разместить на графике, например, веер ган, либо сетку гана, здесь вам может потребоваться некоторое время. Это не так просто, как, например, добавить индикатор. Просто нажав кнопку, он у вас уже будет отображаться. Здесь же все несколько сложнее, но после двух-трех попыток, я думаю, у вас также все это будет довольно легко получаться. Выбираем также в меню вставка ган и уже веер гана, который нам сейчас необходим. Затем находим экстремум, какую-то минимальную точку, в которой произошел локальный разворот цены в нашем случае. Сейчас у нас открыт график нефти марки Brent, четырехчасовой. Мы отмечаем для себя уровень 42 доллара за баррель. Именно от этого уровня произошел локальный разворот и дальнейший рост котировок. И попросту нажав на эту точку, у нас уже появляется сам веер. Но здесь нужно учитывать, что появляется он не с оптимальными настройками. То есть здесь, опять же, нужно провести границу между индикаторами в целом, которые у нас есть в платформе, и данным инструментом, потому что выбрав стандартные настройки индикатора, мы уже получаем с вами готовый инструмент для использования. То есть можем с ним работать без каких-то дополнительных экспериментов, тестирования на истории и изменения ручных настроек. Здесь же все-таки потребуется подогнать данный веер к именно тренду, который мы наблюдаем, потому что здесь нет универсальных настроек, и мы должны здесь немного поработать самостоятельно. Для этого нужно дважды нажать по любой из линий веера, и мы увидим с вами три точки. Вот я сейчас увеличу график, потому что вам, возможно, их не так хорошо видно. Вот, я думаю, сейчас вы вполне видите три точки, и с ними мы можем поработать. Прежде всего, нас интересует изменение угла наклона. Мы определяем с вами несколько точек по направлению основного тренда. В нашем случае мы видим, что тренд восходящий, поэтому мы и соединяем начальную точку, в которую мы размещали веер, и проводим главную линию, которая обычно соответствует углу в 45 градусов, проводим ее вдоль следующей линии, следующего уровня поддержки. Вот так его можно обозначить. То есть тот момент на графике, в котором произошло после отката, произошло дальнейшее движение цены. После чего мы с вами получаем... Ну вот, я проводил уже параллель с уровнями Фибоначчи, мы в целом здесь получаем похожую картинку. Вы, возможно, также слышали про веер Фибоначчи, либо дуги. И здесь можно говорить о том, что данные инструменты во многом похожи. То есть мы с вами сейчас видим дальнейшие ориентиры, куда может двигаться цена. На основе прошлого поведения мы можем обозначить для себя довольно важные уровни. В частности, можем определить, что сейчас, судя по четырехчасовому таймфрейму, у нефти еще остается неплохой потенциал для снижения вплоть до уровня 45.21. Затем также, я думаю, что вы видите эти важные уровни. Это 44 и 43.60. Это вот те точки, вблизи которых можно ожидать локального разворота. И пока еще рано говорить о том, что восходящий тренд по нефти окончен, хотя и наблюдаем уже довольно продолжительное снижение. Но, тем не менее, вот эти уровни могут стать ключевыми для разворота и продолжения именно восходящего движения цены. Да, Дмитрий, я как раз-таки вот уже понял, что, может быть, вам не очень хорошо видно, поэтому сейчас, пожалуйста, напишите, хорошо ли видно сейчас, потому что я уже увеличил сам график, поэтому, думаю, сейчас должно быть все в порядке. Либо могу просто сделать пошире сами линии веера, чтобы вы лучше их видели. Сейчас буквально одну секунду. Да, ну вот можно их так сделать. Теперь, я думаю, точно всем все хорошо видно. Да, опять же, давайте попрактикуемся несколько с веером Ганна и перейдем уже к инструменту, который называется «Сетка Ганна», и который вот я оставил напоследок, но лично мне больше всего он нравится. И сейчас, я думаю, опять же, вы поймете, почему. Вот, пока же давайте посмотрим, например, по золоту. Да, видим неплохой, вполне нисходящий тренд. Вот, и именно это является оптимальным условием для эффективного использования веерогана. И сейчас, как я говорил, да, о том, что его можно размещать не только в точку минимума, да, и чтобы линии были направлены вверх, но можно это сделать и наоборот, то есть разместить в какой-то максимальный, да, экстремум и направить сами линии Ганна уже вниз, что будет, может быть, несколько необычным, потому что вот я, честно говоря, довольно редко встречал именно такое применение, но, опять же, сам разработчик не запрещал, да, это делать. И вполне отмечал, что это так же эффективно, потому что если мы даже вот чуть забегая вперед посмотрим на ту же сетку Ганна, да, то увидим, что линии здесь направлены не только вверх, но и вниз также, вот за счет чего и формируется вот этот аналог именно сетки, да. А пока же давайте посмотрим именно по золоту, как мы можем использовать вверх Ганна. Еще раз давайте, да, напомню, как он строится, выбираем его в меню, находим максимальную точку, в нашем случае это уровень 1,353, да, ну даже почти 354, вот, и затем также, нажав дважды на любую из линий, попросту перетягиваем, тянем ее уже вниз. Затем наша основная линия, которая находится по центру, да, располагается вдоль основного как раз-таки тренда, да, потому что именно так в классической теории Ганна и нужно использовать данный инструмент. Вот, а наши линии, которые располагаются уже ниже и выше основной линии, используются нами как такие уровни больше коррекционные, да, то есть обозначают потенциал движения цены, дальнейший потенциал движения цены. Но, опять же, здесь можно несколько поэкспериментировать и, например, попробовать разместить другую линию уже, да, вдоль основной линии тренда, вот как я делаю это сейчас. Например, в таком случае мы увидим ближайшие уровни, то есть если мы, я думаю, вы можете, да, обратить внимание, что если мы размещаем линию, находящуюся в центре, да, вдоль основной линии тренда, то основные линии, остальные линии расположены довольно далеко от текущих значений цены, что дает такой, опять же, большой разброс, да, в потенциале дальнейшего движения. Если же мы несколько переместим веер, то увидим, что линии уже располагаются гораздо ближе к текущим значениям цены, что может обозначить, помочь нам обозначить уже более локальные уровни, да, целевые уровни, куда может отправиться цена в ближайшее время. Вот, поэтому, опять же, сейчас, если мы говорим с вами о золоте, то нужно отметить, что сейчас происходит разворот, да, от отметки 1.303, 1.303 доллара за унцию, да, и мы вполне, опять же, имеем довольно интересный потенциал для роста вплоть до уровня 1.320. Учитывая, что, опять же, если нам удастся найти точку для входа, да, с довольно коротким стоп-лоссом, то это вполне может послужить нам сигналом для открытия сделки на покупку, в данном случае. Да, отлично, отлично, вижу, что хорошо. Сейчас виден график. И переходим вот к самому, на мой взгляд, интересному инструменту. Это именно сетка ГАНа. Сейчас, если вы раньше ее не видели, да, нанесенную на график, то может сначала немного удивиться, а может быть даже и испугаться, да, потому что будет довольно много линий, пересекающих друг друга, но здесь, опять же, пугаться не нужно. Как мы сейчас с вами разберем, да, ситуацию, и увидим, что очень точно цена отрабатывает как раз-таки обозначенные на графике уровни. Что представляет собой сетка, я думаю, вы уже видите, да, это попросту пересечение линий, направленных вверх и вниз, причем пересекаются они под прямым углом, да, насколько вы можете увидеть. Хотя, опять же, угол может меняться, но вот если... На самом деле, да, угол может меняться, потому что тренд, да, в рамках которого двигается цена, может быть нестандартным, да, и, опять же, располагаться под углом не только 45 градусов, но и под другим. Да, вот как я в начале еще нашего занятия говорил, именно ГАН большое внимание уделял различным углам, анализировал наклон тренда, да, и поэтому вот сегодня мы так часто используем именно эту терминологию. Вот, давайте сейчас нанесем на график цены именно сетку ГАНа, потому что здесь также есть свои особенности. И, опять же, вот с первого раза может не получиться, да, у тех, вот с кем я уже работал, да, я объяснял функционирование данного инструмента. Честно говоря, не сразу получалось, да, даже вот нанести его на график. Здесь все дело в том, что не нужно сразу пытаться задать конечные настройки, да, а можно просто нанести любую сетку на график, и затем уже подогнать ее под значимые тренды прошлого движения цены. Да, исходя из прошлого движения цены, мы уже с вами будем видеть и перспективы, как раз-таки дальнейшего движения. Также в меню выбираем сетка. Можно абсолютно в любом даже месте на графике также поставить эту линию. И затем уже под нее начинать растягивать ее как раз-таки вот таким образом. таким образом изначально может получиться некрасиво, да, какая-то путаница может быть даже, но вот опять же два раза нажав на любую из линий, мы увидим те же самые три точки на основной линии. Да, сейчас я тоже сделаю пошире отображение самих линий, чтобы вы могли их более хорошо, лучше видеть. Да, ну вот таким образом пускай это сейчас выглядит. И вот нажав, да, на одну из точек мы можем перемещать эту сетку, а нажав на крайнюю точку, то есть третью по счету, да, мы можем уже задавать основные настройки. То есть перемещая курсор мыши, да, мы можем уже настраивать сетку, исходя из, опять же, подгоняя ее под тренды, которые наблюдались в недавнем прошлом. Вот как сейчас я это и делаю. Затем мы можем, опять же, ее переместить на некоторое количество периодов назад. Вот, например, да, мы наблюдаем с вами восходящий тренд примерно с 12 августа по 18 августа. Да, мы видим, что был довольно интересный тренд, потому что было множество касаний, да, вот одной линии. И именно вдоль этой линии сейчас мы направляем сетку. Вот, да, пожалуй, вот так она будет располагаться оптимальнее всего. То есть мы видим, что как восходящий тренд, так и затем, да, произошел разворот цены, уже было довольно продолжительное нисходящее движение. Все это укладывается очень точно именно в рамки данной сетки. То есть если мы еще уменьшим с вами сейчас сам график, да, либо перенесем его чуть назад, то увидим, что и раньше цена также двигалась строго в рамках этих ценовых уровней. И более интересная ситуация сейчас по паре фунт-доллар. Буквально сегодня, как раз-таки я, готовясь к этому занятию, да, анализировал данную валютную пару и буквально даже закрыл несколько сделок в плюс вот на основе именно тех сигналов, которые предоставлялись данным инструментом. Да, вот если мы… Давайте я расскажу, как действовал я сегодня, да, чтобы, вот опять же, вы могли в будущем просто повторить этот алгоритм. В общем, был найден довольно, опять же, интересный нисходящий тренд, да, вот мы видим примерно с 4 августа по 15 августа, да, мы наблюдали такой нисходящий канал, да, было две границы, в пределах которых и находилась цена все это время. Причем это был даже равноудаленный канал, то есть расстояние между этими линиями все время было примерно одинаковым. И вот именно ориентируясь на данный ценовой канал, давайте я обозначу его даже сейчас еще трендовыми линиями дополнительно, чтобы вы могли понять, о чем именно я говорю. Вот сейчас красными линиями, да, на графике я обозначил именно нисходящий канал по паре фунт-доллар. Причем отмечу, что эта работа велась уже на часовом таймфрейме, то есть, как я и отмечал, можно работать не только на 4-х часовом графике, но и на меньших, даже на 5-15 минутках, то есть, вполне не запрещается, и также качественная цена будет находиться все время в рамках этих линий сетки ГАНа. Так вот, построив сетку по этому каналу, да, затем мы двигаемся дальше, да, и смотрим, наблюдаем за тем, как цена ведет себя. То есть, сначала мы видим, как уже формирующийся восходящий тренд проходит точно вдоль также одной из линий, да, мы видим две точки на графике, вот одну я сейчас обозначаю курсором, да, могу даже сейчас дополнительную фигуру еще разместить, чтобы вы видели саму точку на графике. Вот первая точка, обозначенная желтым, отличная точка для входа, да, если бы мы работали в тот день именно с этим инструментом, то вполне можно было бы открывать позицию на покупку от этого ценового уровня. И вторая точка на покупку появилась чуть позже, также по направлению основного тренда, который был на тот момент уже восходящим. Мы видим, что также с довольно коротким стоп-лоссом можно было открывать данную позицию, да, и на что мы еще могли опираться при открытии этой сделки. Во-первых, мы могли видеть, что цена покидает этот диапазон, да, нисходящего канала, но опять же, если мы не торопимся и не входим сразу в пробой до этого уровня сопротивления, а немного подождем, то увидим, что цена тестирует уже вот эту линию поддержки, да, линию ГАНа в качестве как раз-таки вот уровня поддержки, да, то уже о чем я сейчас вам и сказал. И вот опять же, на основе сетки ГАНа мы могли сделать несколько отличных сделок. Но это далеко не все, да, вот нужно отметить такую важную особенность, что цена, отбившись от одной линии, с очень большой долей вероятности и отправиться до ближайшей линии уже с другой стороны. То есть, если вот мы в данный момент, да, второй желтый прямоугольник отбились вот этого уровня, то наш потенциал как минимум вот до этой зоны, то есть до точки, где уже есть вот такая вот нисходящая линия, да, и вот как раз-таки мы видим, что именно в этот момент начинаются первые продажи, то есть восходящее движение как бы немного затухает, да, но затем находится еще сила у покупателей, происходит еще мощный импульс вверх. То есть вот здесь пробивается даже следующая уже линия из сетки ГАНа, и цена консолидируется уже вдоль этой линии, да. То есть мы отмечаем, что цену постоянно тянет к одной из линий сетки ГАНа. Если мы правильно ее нанесли, да, нанести правильно ее, как вы, я думаю, уже поняли, не так сложно. Нужно просто найти какой-то интересный тренд, да, желательно, если это будет канал, вот как в данном случае, да. Потому что если мы с вами видим на графике, что цена ранее двигалась вдоль двух линий, да, двух линий ГАНа, то это означает, что с очень большой долей вероятности она будет двигаться вдоль других линий ГАНа уже и в будущем. Да, поэтому мы смело можем ориентироваться на данный инструмент. Вот что еще здесь интересного можно отметить. Мы видим, как цена переходит вот из диапазона первой линии красной уже на вторую линию. То есть цена уже начинает держаться вот выше второй обозначенной, да, мной сейчас линии. И вот после такого небольшого ложного пробоя, да, цена, когда вернулась вот в этот диапазон, мы получаем опять очень хорошую точку для открытия сделки. Вот в данный момент времени, да, после того, как не состоялось нисходящее движение цены, да, и цена вернулась опять в восходящий вот этот вот диапазон, да, мы могли вновь совершать покупки. Вот, затем, что еще интересного здесь стоит отметить? Мы видим, что и дальше цена продолжает упорно отбиваться именно от этих уровней ГАНа. Да, вот мы видим, что раз точка. Ну, здесь на самом деле, да, можно покритиковать немножко, да, сказать, что цена не дошла до линий, развернулась несколько раньше, да, но опять же нужно понимать, что идеальных ситуаций не бывает. Вот, мы в любом случае должны запастись терпением, да, и ожидать более удачных моментов для открытия сделки. Да, и вот затем происходит уже постепенно разворот цены, да, опять же мы наблюдаем, что вот вдоль этой линии ГАНа происходит у нас консолидация в данный момент, да, то есть сначала у нас как бы здесь наблюдался рост, да, но затем все-таки покупатели не удержали этот уровень, и, конечно, вот затем также состоялся пробой, да, этих линий. Вот, и что интересно, вот мои сделки сегодня, да, я обещал вам показать. Вот очень интересный момент был, когда цена начала консолидироваться возле вот этой красной линии ГАНа, да, которую мы еще ранее обозначили. Вот она отработалась и показала себя отлично и сегодня тоже. Вот, мы могли видеть, как после мощного новостного импульса, да, цена несколько консолидировалась, то есть отбилась вот от красной границы, от красной линии, да, вот, и затем постепенно начали поджимать опять к этим границам. Вот, то есть здесь в целом была бы неплохая точка на продажу, но опять же здесь важный момент, я не рекомендую работать против все-таки основного тренда, да, да, если у нас тренд восходящий сейчас, то мы преимущественно работаем либо на пробой линии, которая сверху, да, находится от цены, либо работаем на отбой от той линии, которая расположена снизу от цены. То есть вот мы видим еще, да, отличный момент, вот здесь, когда также цена двигалась вот в очень интересном канале, который нам обозначен был также сеткой ГАНа. Да, вот он канал, затем цена пробила границы этого канала, да, и затем после консолидации стоялся еще один пробой, именно вот в этом пробое у меня открылась сделка, отложенным ордером на уровне 1.32.67, по-моему, я выставлял. Как раз-таки это был бы новый максимум, и именно, а нет, прошу прощения, 1.32.70, да, у меня стоял отложенник, потому что вот видите здесь хай предыдущей свечи был 1.32.69. Вот по 70 можно было ставить, да, отложенный ордер, видим, как сильно сходила цена после пробоя этого уровня. Вот, поэтому, конечно, я бы вам советовал прежде всего обратить свое внимание на сетку ГАНа, но опять же это такой более последовательный инструментарий, да, то есть мы, и вы можете начать свое изучение с линии ГАНа, да, ну, либо сразу перейти к вееру, потому что линия ГАНа все-таки это больше полный аналог обычной трендовой линии, просто под другим углом находящейся, да. А вот веер ГАНа и в первую очередь сетка ГАНа вот может стать для вас настоящим открытием и настоящей основой для торговой стратегии. Еще раз напомню, да, по какому принципу мы строим ее, потому что здесь все-таки самое важное – это грамотно построить сетку ГАНа, да. Сделать это нужно по интересному и техничному трендовому движению, да, то есть по тренду, который мы могли наблюдать. То есть, например, если мы сейчас откроем график евро-доллара, да, давайте немного его увеличим, и вот здесь нужно пытаться найти именно хорошие такие канальные движения, да, вот, например, можно разместить, попытаться вот так, потому что мы видим, что вот здесь есть трендовая линия, да, может быть построена, и, например, вот так она тоже может быть построена, да, то есть есть какой-то аналог канала, да, ценового, опять же. Либо вот мы в то же самое время видим, что нисходящий канал вот здесь может быть построен по нескольким точкам также, да, поэтому вот можем сделать вывод, что такое расположение сетки ГАНа, да, то есть когда сетка ГАНа будет совпадать с линией канала, да, который мы для себя отыскали, можем сделать вывод, что такое положение сетки является оптимальным и может нам позволить открывать довольно интересные сделки в будущем. Опять же, чем больше касаний и отбоев от линий сетки ГАНа мы видим, тем правильнее мы ее разместили. Сейчас вот мы можем видеть, что без такой предварительной подготовки, да, я не совсем, может быть, правильно разместил сетку, потому что мы регулярно наблюдаем такие вот пробои, да, этих линий, и здесь, казалось бы, цена консолидировалась вдоль линии, только вдоль несколько другой линии там она консолидировалась. Можно вот попытаться, например, перенести ее вот так и затем несколько поменять наклон. Либо, может быть, даже как-то вот поработать с ней в другом формате, да, все зависит от того угла, опять же, под которым наблюдался. Либо вот мы можем с вами отыскать вот такой вот интересный тренд. Да, мы видим, что здесь было очень много касаний. Вот я показываю, сейчас провожу точки. Вот первая точка, вторая, третья и четвертая. Если мы по вот этой линии, да, сейчас выстроим сетку, то я думаю, что будет довольно интересно понаблюдать. Вот примерно это так должно происходить. Сейчас давайте увеличим и посмотрим. Да, вот на самом деле, вот сейчас видите, я думаю, вы можете сейчас обратить внимание, что значительно больше стало касаний и отбоев именно от сетки ГАНа сейчас, потому что вот мы обнаружили вот эту линию тренда, довольно интересную, да, было много касаний ее. Раз, два, три, четыре касания этой линии. Да, и вот, и совместив линию сетки ГАНа с этой трендовой линией, да, мы для себя находим, пожалуй, оптимальное соотношение, да, оптимальное положение на графике. Вот так, прошу прощения, я сейчас немного задел и сбил. Сбил наши настройки. Вот сейчас попросту мы подгоняем, да, ее под красную линию. И смотрим. Ну вот так, да, можно оставить. Смотрим, что на самом деле стало гораздо больше консолидаций, да, вдоль этих самых линий. То есть можно было бы еще поработать с шириной квадратиков, да, которые у нас появились в этой сетке. Но, тем не менее, здесь все уже довольно неплохо. Да, мы видим вот консолидация вдоль линии, затем пробой, довольно сильный импульс. То есть мы видим затем консолидацию уже вдоль вот этой линии ГАНа. И также отбивается цена вот именно в этой точке. Да, сейчас обозначу ее на графике. Вот как раз-таки это тоже пересечение двух, пересечение линий ГАНа, да, как раз-таки. Пересечение сетки. Именно отсюда отбивается цена. Мы видим мощный импульс вниз. Ну, пусть он и был новостным, да, здесь очевидно, что это новости. Но, тем не менее, цена долгое время находилась вблизи этих линий. И затем уже наблюдался мощный, мощное движение вниз. Вот, я думаю, что сегодня вы смогли для себя, да, определить то, чем может быть полезен данный инструмент. Вот, лично я вот, опять же, после подготовки к сегодняшнему вебинару, да, стану, думаю, что значительно больше использовать в торговле данный инструмент. Вот, потому что раньше я узнал, вот, несколько моих коллег, да, ориентируются на уровни Fibonacci и на инструменты ГАНа. Но я сам, может быть, не так часто их использовал в торговле, больше опираясь на индикаторы и на price action, да, то есть поведение цены, какие-то важные уровни поддержки, сопротивления. Но вот, например, даже сегодня, да, мы и даже я в том числе отчасти стал гораздо с большим вниманием относиться к инструментам ГАНа, но, прежде всего, к сетке ГАНа, потому что веер может быть аналогом веера Fibonacci, да, тоже, вот, и как таковое новство там не появляется. А вот сетка – это вот идеальный инструмент, да, вот именно движение по паре фунт-доллар можно было бы просто читать, да, на протяжении долгого промежутка времени можно было бы читать как открытую книгу, да, и в дальнейшем, я думаю, сейчас также цена, вот видите, что происходит, да, цена сейчас оказывается опять под нисходящей линией, то есть, и более того, она вот сейчас зажата между двумя линиями, то есть куда мы сейчас выйдем, да, из этого такого треугольника небольшого, туда и увидим дальнейшее движение цены. То есть при пробое вот этого уровня, это 1.32.66.65, у нас будет потенциал снижения даже до 1.32.20 примерно, да, если же мы останемся выше этой линии и пробьем еще нисходящую линию сетки ГАНа, то можем отправиться даже до 1.33.20. Вот, поэтому я думаю, что польза данного инструмента сегодня, эту пользу, да, я сегодня смог вам доказать и до вас донести. Да, на этом, пожалуй, все. Вот, Фибоначчи, я думаю, мы уже оставим как-нибудь на другой раз, потому что более детально сегодня изучили именно линию, веер и сетку ГАНа. Вот, спасибо, что были с нами сегодня. Я надеюсь, что данное занятие было для вас полезным. Вот, и вы получите для себя в свой торговый арсенал, да, новый мощнейший инструмент. Вот, опять же, я бы вам советовал обратить особое внимание на сетку ГАНа. Вот, на этом с вами прощаюсь. Да, напомню, что со следующего понедельника, также в 7 часов по московскому времени будут наши очередные вебинары, поэтому с радостью вас на них и ожидаем. Вот, всем всего доброго, до свидания, всем пока.